Среди его клиентов Мила Йовович, Перис Хилтон, Рис Расмуссон и Хелена Арно. Его портфолио – сплошь фантастические макияжи в самых невероятных цветах. Но сегодня Денис Краташов с мастер-классом в Челябинске, и его цель – научить визажистов, ни в чем себя не ограничивая, создавать естественные и индивидуальные макияжи. В этот раз мы произвели Дениса Краташова. Это российский визажист с мировым именем, потому что его мастер-классы организовываются в Европе, в Австралии. В Гонконге он диктует тенденции, и они ориентируются на его макияжи. Он вдохновляет, он просто открывает какие-то новые грани, в общем, он нереальный. Сегодня и вообще в других городах мы взяли новый формат программы – это бьюти-макияжи. То есть такой бьюти-инденсив, то, что модно на всех обложках. Я приехал для того, чтобы в этот раз рассказать о модных тенденциях в коммерческом макияже, в том, что нужно для жизни. А для жизни нужно быть яркой, быть смелой и быть непохожей на всех остальных. Если говорить более детально, то это матовое лицо возвращается снова. И мы говорили сегодня о том, как его сделать. И для того, чтобы скорректировать какие-то дефекты на лице, и для того, чтобы просто создать модный бархатный эффект кожи. Это, наоборот, сияющие и светящиеся текстуры на глазах. Не бледные, не матовые, а сияющие и дающие такой влажный эффект, который актуален на сегодняшний день и в коммерческом, и в фэшн-макияже. Денис Карташов радует за то, что мастер макияжа должен не только контролировать, что у него в косметичке, но и то, как он выглядит. Имидж должен быть на первом месте. Потому что макияж – это сегодня не просто коррекция лица или коррекция глаз. Макияж – это как фэшн-аксессуар, как сумка, как туфли. И все это должно быть в гармонии. Что касается имиджа визажиста, то я всегда учу и говорю о том, что визажист, особенно девушка, должен быть сам примером. Более того, визажист, идущий по улице, или находящийся в помещении, или перемещающийся на транспорте, должен быть похож на визажиста. Ну, у меня меньше, конечно, возможностей, поскольку я мужского пола, но я тоже пользуюсь макияжем. Среди тем, интересовавших участников мастер-класса, в том числе, были и брови, дискуссии о которых в последнее время не утихают. Брови нужно красить таким образом, чтобы они выглядели естественно. Нарисованные по трафарету брови, четкими графичными линиями, белым контуром, введенные – это анти-момбо, анти-красиво, то есть неправильно это с точки зрения сегодняшнего дня. Поэтому, даже если вы делаете акцент на брови, то они, тем не менее, должны быть похожи на свои настоящие естественные. Для этого сегодня есть много продуктов, много средств. Главное – понять это и стремиться к этому. Одной из главных ошибок начинающего визажиста, да и просто девушек, увлекающихся макияжем, Карташов считает просмотры бесчисленных видеоуроков макияжа в интернете. Когда бьюти-блогер сам на себе, перед камерой делает макияж, важно понимать, что это его глаза, его лицо, его нос, его губы, ее. Да, то есть, и то, что она делает для себя, это совершенно не так должно и может выглядеть на другом лице. Всегда нужно стремиться найти свою индивидуальность, свою фишку, а для этого существует огромное количество визажистов в Челябинске, и они все здесь сегодня. Поэтому доверяйте профессионалам, обращайтесь к ним, и они выберут ваш акцент, вашу фишку, нарисуют вам ту стрелку, которая подходит именно вам, и расскажут и покажут, как это сделать, нежели просто смотреть и повторять за кем-то. Среди слушателей мастер-класса визажисты разного уровня, начинающие и успешно практикующие. Профессиональных открытий хватило на всех. Мне очень понравилось, как он подчеркивает естественный разрез глаз каждой девушки. И это всегда очень индивидуально, не похоже на остальных. Я давно наблюдаю за его работой. Мне он очень близок по духу. Денис за естественность, несмотря на то, что у него очень яркий макияж. Без штампов, без стереотипов, и дает такое вдохновение для нас. И поэтому после его мастер-классов такой подъем, и хочется творить и творить. Я теперь сейчас так чувствую тот набор косметики, который у меня есть, хотя он у меня достаточно большой, ощущение, что у меня нет вообще ничего. Специфика работы визажиста заключается в том, что учитывать надо не только модные тенденции, но и темперамент, и внешние данные клиента. Также необходимо постоянно тестировать новые продукты и не зацикливаться на своем профессионализме. Подобного рода встречи позволяют провести переоценку своих знаний и впоследствии совершенствовать свое мастерство.